На часах 6.15. Дороги пусты и пробок будто не существует. Именно в это время можно свободно добраться до любого конца города. Я, например, ехал с улицы Сиреневой до стадиона Динамо на Ленина. На дорогу ушло не больше 20 минут. А вот где-то в 7.00-7.15 в городе уже начинается пробка, на дорогах не протолкнуться. И в последнее время стало мудным читать сообщения в Дубльгисе. Стояние в пробке считается как рабочее время? Хочу новую услугу. Кофе в пробке. Куплю машину ближе к Павловскому тракту. Предлагайте варианты. Меняю квартиру за мостом на квартиру в центре с периодичностью 5 на 2 до конца 2023 года. Смотрю видео, как строить мосты, чтобы уже помочь им. В восьмом часу самые проблемные участки дорог убедился, увы, на себе. Это Ленина, Северо-Западная, Павловский тракт, Власихинская и так далее. Но если уж вы попали в пробку, то надо придумать, чем в ней заняться. Потому что простоять можно и час, и два, и полтора. Многие говорят, бросайте автомобили, пересаживайтесь на общественный транспорт, быстрее будет. Я попытался, но войти в автобус не получилось. По ощущениям, количество пассажиров увеличилось, а вот транспорта больше не стало. Так что в автобусе едут сильнейшие. Такая же ситуация и в трамваях. У меня остались еще два варианта, которые пользуются большим спросом. Пересесть на велосипед или самокат. Что касается первого, то воспользоваться им не получилось. Электронный замок на велосипеде не хотел работать, а когда я отсканировал штрих-код, приложение было заблокировано. А вот свободных самокатов не так много. А если они и есть, то порой технически неисправны, либо разряжены. Кстати, я вот задумался, может лыжи к зиме прикупить? Ну, если вам не понравилась ни машина, ни автобус, ни велосипеды и самокаты, то есть вариант пешей прогулки до самой работы. Но, правда, это тоже требует некой физической подготовки, потому что чаще всего до работы приходится идти час или полтора, может быть, того и больше, смотря откуда мы с вами пойдем пешком. Вот если, например, я своего дома пойду до работы, работаю в центре, то у меня это займет около двух половинных часов пешком. Подводя итоги, как добраться до работы с комфортом. Если у вас личное авто, то выезжать нужно как можно раньше в районе 6.20. Стоит запомнить, что минут через 30 огромные пробки вам обеспечены. Или выехать в районе половины десятого. Заторов уже точно не будет. Но вот рабочий день у большинства начинается в 8 или в 9 часов утра. А что касается общественного транспорта, то пока в этом случае хочется пожелать людям терпения и еще раз терпения. Из всех вариантов, которые я предложил, мне больше всего понравилось раннее автомобильное утро. А что выберете вы? Решайте сами. Дмитрий Дроздов. День с толком.